приветствую вас любители стратегии сегодня у нас первый взгляд игры под названием макабеллом ну если правильно прочесть вроде бы я пытался и правил короче мех будем называть ее так что это такое это эпическая авто battle стратегия действие которого разворачивается на недавно колонизированной планете под названием фарватер мы командир армии мехов сражаемся в массовых пвп батальях также здесь есть и пве наша главная задача это настроить и повышать уровень своих юнитов ты заранее настраивать тут короче идет как камень ножницы бумага да если ты видишь большую группу пацанов против тебя ты должен найти юнита которая справляется именно с большой группы они с какой-то там большим роботом да и все такое то есть наша задача проект провести стратегию настроить и нажать play и смотреть как это все дело происходит ну что ж как раз мы сейчас этими займемся еще раз говорю ребята это у нас онлайн игра из и игра против ботов и онлайн ну что ж вот боты поставим нормальный легкий давайте нормальный уровень ботов поставим посмотрим что из этого получится хотите пополнить steam или купить музыкальную подписку на сервисы запросто купить игру дешевую и по выгодной цене или же вам нужен лицензионный windows или антивирус то для этого есть case for gamers более 300 методов оплаты и в том числе для пользователей россии и белоруссии а продавца вы выбирайте сами по отзывам и цене ну а если вы хотите стать продавцом на сайте то это тоже возможно регистрация займет в два клика а верификация на получение роли продавца займет буквально пять минут и это еще не все соверши покупку на любую сумму оставь свой отзыв на сайте по ссылке в описании с номером заказа и выиграй игру mountain blade 2 banner lord либо arma 3 чтобы получить скидку в 10 процентов не забудьте про промокод и римас все подробности в описании ребята я в эту игру не до конца разобрался но она если честно занимательна она находится в стиме там пишут что нет русского языка я зашел здесь есть русский язык но об этом стиме не сказано не знаю может быть так разработчики прячутся интересно ну что ж выбери начальную настройку выберите вернее на базовая базовая 3000 давай вот это вот как у меня прическа ну что ж первый раунд здесь очень много разных карт разнообразие юнитов и все такое посмотрим это у нас снайпер снайпера конечно поставим позади вот сюда это кто у нас звонящий так называемые тяжелые ракетные пацаны они тоже будет позади у нас находиться поддерживать наших товарищей по оружию вот так вот и никто будет танковать наверное одиночки и вот такие вот пацаны сейчас поставим кто они у нас от дуговой его зовут у кстати гудоговой очень хорошо насколько я понял против много пехоты массовых пацанов посмотрите ребят какая между ними разница вот эта машина до автомобиль на обычный бронетранспортер можно сказать и вот этот мех вот такой игра интереса когда ты играешься с друзьями прям пипец как интересно поэтому мне есть друг который любит всякие мехи его зовут никита сейчас попробую ему отписаться и показать это видео как только выложу это видео на ю тубе довольно интересная игра знать так расслабляющая игра ну что ж дальше что мы будем делать мы можем дуговой фонарь еще одного призвать либо звонящий шторм очень хрупкий юнит который отлично наносит урон от брызг на сверх дальних дистанциях на большой площади он не может таковать юнит находящийся в непосредственной близости от него не нам надо чуваки которые могут танковать я думаю это у нас дуговой фонарь будет до дальность атаки увеличен на 100 враг выпускает энергетический луч способные сохранить время работы световых юнитов ну давай его вызовем посмотрим что из этого получится давай сюда кстати вот этого можем было звонящий лана и еще одно суда вызовем мы правда не знаем а у противника смотри сколько мелочи то хорошо что я вот этот поставил ну что ж ребят возможно мы проиграем возможно мы выиграем а что же плюсик ну-ка о клык подожди 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 хакер не хакер нам не нужен крепость огромный юнит который поражает врагов альтери артиллерии с высоким уроном а давай там моего . плавление воздух и земля гигантский унит атакующий врагов издалека лазерным лучом который постепенно увеличивается в размерах проклятие всех юнитов с высоким уровнем здоровья а а но здесь у нас нет высоких уровней здоровья здесь мальки в основном до находится давай вот этого вызовем тогда крепость брат брат а нельзя да походу у нас лимит сыграл ну понял понял принял все хорошо кстати юнитов можно смотреть от первого лица где-то у нас кнопочка была вот взгляд игрока вот так вот происходит эти тосты не можешь управлять своими юнитами непосредственно да тосты настраиваешь ставишь их в нужные места чтобы они прикрывали да вот наша задача защитить наши базы вот эти вот базы они не были уничтожены ну и конечно же уничтожат вражеские строения ну что уж завершение поехали посмотрим этот первого лица как это выглядит графика довольно приятно на годов на 12 ушали вот это жесть хорош а дальше лопа воздух 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 нас херачит по жесткому вот они ракеты наши пошли кстати у нас противовоздушная оборона из какая-либо у нас а есть если снайпер давай давай ай молодец ай молодец ну что ж мы в этом фланге победили и здесь по всей видимости это просто изи катка ребята изи катка ботому просто в шатали по-братски раунд 2 посмотрим что моя точка плавления здоровье точки плавления увеличилась на 70 процентов скорость при движении увеличена 3 но дальность уменьшается на 15 нападение на носорога сбрасывать носорога с воздуха чтобы атаковать врагов а это у нас бесплатно ракетный удар запускает один одну управляемых ракет наносящих 3000 урона давай мы наверно ракетный удар пока бесплатно выберем посмотрим сейчас что дальше получится так ракетчики у нас получается позади они очень хорошо срабатывать ну нам надо а перемещать можно только вновь призванных пацанов то с этих можем не можем переместить мы сможем сейчас снайпера наверное да тогда нам у на у них воздух есть да у них есть воздух судя потому что я вижу это у нас снайпер очень хорошо справляется с воздушной техникой очень хрупкий юнит ну дуговой фонарь нам тоже надо давайте пока снайпера поставим 1 снайпера позади и 2 надеюсь он справится а ты кто брат брат так то а тоже снайпер да да снайпер третьего уровня ни хера себе зря я второго снайпера постоянно ну ладно поехали а где у нас улучшение а вот ракетный удар который мы можем произвести по скоплением войск и поехали а здесь генератор щитов состоит энергетический щит поглад поглошающий 40 тысяч урона при уничтожении он навсегда исчезает турельная ракета 1 разовая турельная ракета которая взрывается рядом с противником наносит 5000 урона и замедляет вражеские ниты и в большой вернее зоны на на надо будет попробовать а это она была сразу заранее ахаха короче понятно ракетный удар это вроде свиньих автоматическая камера можем поставить здесь у нас воздушная камера у ребят нас сейчас по ходу расхерачит у них очень много воздуха очень много воздуха давай давай снайпер давай давай красавчик ай красавчик и бой с его губой красавелла и мнение принципе у нас есть шансы у нас все шансы на победу включим автоматическую камеру камера сама показывать что происходит я ничего не двигаю вы понимаете да вот эти все дополнительные бонусы и удары надо делать уже заранее они во время битвы я понял ты попроса наблюдаешь раунд 3 плюс 600 и так выберите одну арматуру что арматуру ладно выбираем ребят арматуру мяч из суби субидированной стали я того родственница стоимость найма в стальной шар бесплатно технический spc снижает стоимость технологического обновления всех юнитов на 50 скорость spc увеличивает скорость передвижения всех юнитов на 3 поставка spc получаете 5 50 вернее дополнительных припасов за раунд давай пока бесплатно а генератор щитов так давайте сначала мы не снайпер у нас есть да вот это у нас снайпер снайпер вот это снайпер просто третьего уровня скоро апнет еще один уровень максим девятый кстати у этого снайпер невероятно у нас не только они как бы воют они еще и прокачиваются и вам скажу даю знать где нахожусь ну ну звонящий шторм очень хрупкий давайте по проверим вот этого пацана куда он делал я потерял дуговой снайпер куда ну по вот нет 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 как он выглядит вот он а это я того рода я опять снайпер ну ладно христи пусть пусть будет снайпера у нас слушайте а вот турельная ракета куда ее поставить чтобы нанести максимальный урон за 4000 я знаю что возможно это не надо делать но турельная ракета а у нас не хватает ресурсов чтобы сделать а можно просто на было два раза поставить и щит поставим сюда нет а вот сюда учит поставим ну так знаете чисто чисто поприкалываться и ракетный удар и ранем наверное вот поэтому чуваку все поехали ракетный удар и ваша посмотрим как сработает нет они по нам тоже херачат ракетный удар у ее красотища какая вся посмотрим а он он переместился я не угадал его ракетный удар и походу нам в конец блин а воздух то нас победил ребята мы к сожалению проигрывает неправильно я походу сделал ну 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 щит сработал это хорошо да минус снайпер до походу походу здесь мы точно проигрываем интересная игра если если вот так вот посмыслить посмотреть да мы нас разбили у них очень много воздух у них походу ставка на воздух минус римас минус у нас 2900 очков у него 2300 очков модуль защита от помех так каждый раз когда носорог убивает отряд атака этого раунда увеличивается на 10 процентов охотника на гигантов получать 50 процентов припасов за каждого уничтоженного туда-сюда модуль защиты от побега и у них воздух просто жесть просто жесть нам надо дугового фонаря взять побольше и побольше снайперов ребят ну зря я конечно так вот сделал конечно это кто у нас это дуговой впереди будет сожалению кстати у нас кто-то повысился сейчас мы его будем повышать снайпер обновить ойка хорош это тоже это у нас нормально себя чувствует и вот идет товарищи тоже как хорошо как хорошо перезагрузка пусковой мы можем это зажигательная бомба нихера да тут я тут короче еще один процент только игры это узнал ребят ну так вот если принципе посидеть по повтыкать мне кажется будет нормально так где будет основная битва вот здесь вот будет основная битва вот сюда пушку ставим и у нас будет снайпер вот здесь стоять по ходу ну вот так вот хорошечно а можно вторую поставить да можно несколько штук поставить а и римас римас ойка хорошо нам надо защищать полностью а подожди а где у нас а вот здесь да вот принадлежности ну вот так вот придется сделать поехали посмотрим короче мы максимально вложились в атаку ой как нихера себе я того родственнику посмотрим тому мелочь разбива разбираем щиты щиты работают хорошо братан ты почти стал бы по-братски так снайпера снайпера работайте по воздуху пожалуйста по-братски да мы их просто здесь в шатали ну вы поняли да хорош у нас минус снайпер к сожалению да это просто изи бризи просто изи бризи плюс 1000 но мы играем против среднего бота как вы поняли да то здесь как бы ну туда усы дал она уманов защитное устройство увеличивает прочность защитных устройств на 40 процентов ставим конечно берем защитные устройства кстати ребята остались которые не были уничтожены это радует снайпера раз мы некоторых товарищей шоу лучшим что было наверняка что-то у нас одни и те же и могли бы нам дать нормальных юнитов пацаны по-братски а чём не понял так турельная ракета ракеты просто жесть они просто вшатывают звонящий шторм очень хрупкий ну отлично керачить так дугового мы с вами лучше ли еще одного я думаю достаточно ребят поехали у нас уже туда-сюда а мы можем кувалду еще сделать довольно прочный тяжелый танк у можно наносить урон от брызг на небольшой площади на средних и больших расстояниях давай поставим а все у нас лимит к сожалению к сожалению потому что потому что ой-ой-ой чё за напалм а у нас щиты братан у тебя ничего не получится сделать ой-ой-ой вот это ракетные удары жесть рожь здоровых роботов мы забираем так снайпера пожалуйста работайте по воздуху на воздух нужен у нас минус хочу за фигня чё за высадка в нормандии это произошла да он просто по он просто высадился из снайперов наших просто расхерачил да у нас минус снайпер ребята у нас воздуха нет все таки и мы проиграли он зашел просто с другой стороны это было жестко это средний бот меня отчикрыжил просто рима калдыкович я бы лучше сыграл чем ты да напиши в комментариях барьер только для граунд кантис юнит создает барьер 60 тысяч хп для защиты ближайших врагов юнитов вернее ну что ж дорогие друзья это был первый взгляд игры под названием я уже забыл как называется мех меха белью прикольная игра если честно говоря я так скептических не отнесся ну туда усуда она упана прикольно получилось прикольно но мы бота в принципе делаем до среднего бота 1250 у него мне 2082 но так или иначе у меня щеклдыкнул а так можно играть против игроков с друзьями там и все такое прикольно играть хорошей игре всем хороших кстати лето купайтесь отдыхайте ставьте лайки дизлайки туда усуда всем пока